Добрый день с улыбкой. Как вы себя сегодня чувствуете? Хорошо. Мы праздноваем каждый момент, как мы родились как человеческие. Потому что мы все велик. Это важно, чтобы праздновать каждый момент в нашей всей жизни. Так что наш сознание будет полным улыбкой и радостью. Эта музыка, которую вы сейчас слышали, была написана профессором месяц назад в Индии. И ее название – Путь улыбки. Прослушивание этой музыки позволяет активизировать улыбку сознания, а также наполнить улыбкой тела. В тот момент, когда мы реализуем намеченные проекты, естественным образом у нас возникает улыбка. Например, если кто-то планировал улучшить свои жилищные условия и переехать в квартиру большего размера из однокомнатной, например, в трех- или четырехкомнатную, и это ему удалось, то он, естественным образом, улыбается. Улыбаются все члены его семьи. В таком случае, когда мы достигаем нашим задачем, в то время смысл будет приходить. Всегда, если мы достигаем чего-то, мы улыбаемся. И для улыбок существует очень много разноуровневых причин, достижений. Когда мы достигаем низко-дименсионные ценности, и в то время мы преодолеваемся в следующий степь, в следующий дименции. Достигая чего-то на какой-то из стадий, мы переходим на более высокую стадию, наши достижения повышают свой уровень. Возникают новые цели, новые идеи, идеи новых достижений. Я хочу купить «Мерседес-Бенц». Например, у кого-то может быть желание купить хорошую машину «Мерседес-Бенц». Если такое желание есть, в какой-то день оно реализуется. И тогда на этой машине вся семья может куда-то выехать, все будут довольны, рады, будут улыбаться. Или предположим, у кого-то в клинике есть пациент с очень тяжелым заболеванием, которого до этого не удавалось излечить. И если ответ, как именно его лечить, пришел во время семинара, вы попробовали, и вам удалось достичь эффекта, конечно, вы будете улыбаться. Будете довольны. Улыбка приходит вместе с достижениями. Это означает, что улыбка это канал для увеличения от низкой к высокой. Если мы живем обычной жизнью, мы не можем сказать точно, когда именно мы достигнем самосовершенства. Потому что мы должны ждать, пока следующий успех, чтобы смирить, чтобы улыбаться в следующую деменцию. Если мы таким образом переходим от одного достижения к другому, это есть момент улыбки. И этот момент улыбки позволяет нам подняться на новый уровень. Он обновляет нас, переводит на другой уровень. Мы ждем этого шанса. В этом способе мы не гарантируем что в нашей жизни мы достигаем свою самосовершенствованию. Но такой способ существования не гарантирует, что в течение жизни человека самосовершенство будет достигнуто. Такой пассивный способ. И может случиться так, что человек уйдет из жизни, так и не достигнув самосовершенства. В момент ухода без достижения самосовершенства не будет улыбаться. Если у вас есть трудности, ментальные болезни и физические болезни, это потому, что ваша способность 限рена. все страдания человека, ментальные страдания, физические заболевания являются результатом ограниченных возможностей. То есть его возможности ограничены. Например, какие-то ментальные влияния к вам но кто-то решает хорошо, с смирением, но кто-то очень сенситивный, ангер, иритация, истеричные респонсы. Они все разные респонсы в соответствии к их ментальной капитации. На одни и те же ментальные факторы разные люди реагируют по-разному. Одни могут с легкостью решить возникший вопрос, а другие начинают очень сильно реагировать на сложившуюся ситуацию эмоционально, гневом, начинают страдать. Это результат ограничений их ментальной сферы. То есть чем более она ограничена, тем больше человек страдает. Если физическая капитация есть, например, 4, максимум 10, если вы делаете больше, чем 5 работ в день, ваша физическая тело не может остановиться, и болезнь станет создаваться. Или предположим, если максимальные физические возможности, возможности физической сферы оценить в 10 баллов, а у человека этот уровень равен 4, но он вынужден каждый день выполнять физическую работу на 5 баллов, он начнет физически страдать и болеть. То есть это превышает его возможности, выходит за его пределы. Если ваша физическая капитация меньше, чем что вы должны делать в день, вы должны быть болезнен, вы не можете обеспечить, и ваша тела всегда будет болезнен. заболевания возникают тогда, когда требования, которые жизнь предъявляет к человеку, превышают возможности его, физические, например, и он вынужден работать, превышая свои собственные возможности, тогда тело страдает от физических болезней. То же самое происходит на уровне ментальной сферы. Если ментальный капитация 5, но ментальные факторы более чем 7, и вы не можете обеспечить, вы не можете обеспечить этот ментальный фактор, влияние на вас, и вы должны разрушить. В этом разрушительном процедуле вы должны страдать. То же самое, если в условных единицах принять, что уровень ментальных возможностей соответствует 5 баллам, но жизнь предъявляет требования, ставит какие-то задачи на 7 баллов, человек не может это переварить, те задачи, которые перед ним ставят жизнь, и он начинает от этого страдать, болеть. То же вы должны использовать медицин, пилы, много treatment, но всегда повторяем, это восприятие, как-то решено, но снова появляется. Вzelfе ситуация в компьютере. Если компьютер 6 гигабайт и 10 гигабайт, этот компьютер не работает правильно, вы можете это сравнить, провести аналогию с компьютером, если объем памяти у компьютера 5 мегабайт, а ему нужно решать задачи на 6 или 10 гигабайт, он не справится, он перестанет нормально функционирует. Какие бы процедуры не применялись, решить этот вопрос невозможно до тех пор, пока объем его памяти не будет существенно увеличен, пока не будет сделано так называемый апгрейд, может быть на 20 на 100 гигабайт будет расширен его объем. Это означает, что причиной заболеваний может являться наши ограниченные возможности. День за день, год за год наши работы увеличивают, но день и то дня объем выполняемый нами работой растет, ментальные задачи, которые стоят перед человеком тоже постоянно возрастают. Лечение можно сравнить с ремонтом нарушенной системы. Если вы опгрейд компьютер, 10 times more capacities, вы не нужны ремонт, все вопросы решены. это означает, что если мы имеем решение для увеличения и увеличения наши ментальные и физические capacidades, это будет автоматически восстановлено. изменения Это означает, что если человечество найдет способ существенным образом увеличить свои ментальные и остальные возможности, то есть произвести апгрейд своей собственной системы, обновить ее, заболевания будут автоматически излечены. Существует ли путь вот такого обновления для нашей ментальной или физической сферы? Это называется апгрейд медициной. обновления вот эти подходы. Without any treatment, only by upgrading diseases are treated automatically. Previously you are very much suffering in human relation with some person in your limited capacity mental capacities. But after upgrading mental capacities, that person is not anymore giving difficulties and you are not anymore suffering. You can tweet, you can meet them, talk with them, with smile. without any treatment, not connection, Универсальным подходом, который решит все вопросы, является обновление, а не специфическое лечение конкретных заболеваний. Поэтому нужно сконцентрироваться на этом вопросе, понять, как провести свой собственный обновление. Это должно быть обновление на ментальном, на физическом, на духовном уровне. Есть у кого-нибудь из присутствующих хорошая идея о том, как провести такое обновление? Для того, чтобы существенно расширить физические возможности тела, то есть провести апгрейд физического тела, необходимо предпринять значительные усилия. То есть это тренировки физического тела, упражнения. Но даже если будут предприняты очень значительные усилия, трудоемкие, нет никакой гарантии в том, что тело будет полностью очищено и обновиться целиком. Профессор повторяет, что сознание способно воздействовать на состояние тела. Как вы думаете, это так? Это так? Как вы думаете, это так? Да. Тогда тело последовало решению сознания. Никто не появился в этом зале из-за того, что его сюда влекло тело. Если мы осознаем, что наша ментальная сфера сознания обладает полным, тотальным контролем над физическим телом, тогда мы сможем провести собственный апгрейд. И тогда путь становится ясным. Нужно сначала обновить свое сознание. Как это сделать? Как это сделать? Это одна из фундаментальных решений по преодолению страданий. Это медицина совершенно другого уровня. Если в этой области будут достигнуты успехи, то любые заболевания самого различного вида генеза будут излечены. Есть какое-то решение, как это сделать? Вы должны для себя ответить «да». Да. Такое решение есть. Какая решение? Улыбка. Как она выглядит? Улыбка. 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 Улыбка – это каждый отвертый обновь, всегда смысл обновленный. Улыбка – спутник всегда сопровождается улыбкой. Это вечный спутник, улыбка-спутник этих достижений. Это означает, что самое важное, это достичь совершенной улыбки. А методы суджок-терапии и твист-терапии являются лишь дополнительными в осуществлении этой цели. Этот улыбка не просто улыбка, а этот улыбка – это просто улыбка, который нужно достичь. Улыбка абсолютной гармонии, в которой присутствует и улыбка тела, и улыбка сознания, и улыбка души. Вот такая совершенная улыбка, именно она позволяет достичь обновления. У всех вопросов, которые профессор будет поднимать на этом семинаре, одна единственная цель – увеличить, увеличить и еще раз увеличить наши возможности, для того, чтобы им было достаточно для решения всех задач, с которыми мы столкнемся в нашей жизни. Например, кто-то может обратиться к вам с какими-то оскорбительными словами, плохими словами. Как вы отреагируете на них? Энгер. Почему ты такие вещи говоришь? Вот это и есть момент появления страдания. Вы даже можете проснуться в середине ночи и вспомнить об этом, и подумать, ну как же так, как он мог меня так оскорбить, обидеть? Это может пройти неделя или несколько недель, а эта мысль не будет покидать вашу голову, и это будет приносить страдания. Это означает, что ваши возможности преодолеть эту ситуацию слишком ограничены, и она доставляет вам такие переживания. А если у вас возможности широкие, расширенные, то вы можете спокойно перенести любые ситуации и любые обращенные к вам слова. И ответить на них улыбкой. И сказать, я знаю, почему ты мне так говоришь. Улыбка 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 Базируется на нейтро. Нейтро Оно никогда не заряжается от окружающих явлений и событий. Оно может беспрепятственно двигаться в любых направлениях и только устанавливает связи в этом мире. Если кто-то говорит нам неприятное, в ответ мы можем еще шире улыбнуться и даже получить удовольствие от этого контакта. Если вы в ответ на его оскорбление ему искренне улыбнетесь, он почувствует стыд, этот человек. Это приходит от различных изменений. Это приходит, вот такие ситуации возникают в результате того, что наши возможности у всех разные. Если мы расширим свои возможности ментальные, увеличим эту сферу, то тогда мы расширим свои возможности, увеличим эту сферу, мы сможем улыбкой реагировать на любые события нашей жизни. На разных людей. Это и есть свобода, освобождение от страданий. Если вы достигли такого уровня, физический тело также не страдает никакой болезни. И цель нашего семинара именно это. То есть мы движемся в этом направлении. Увеличение собственных возможностей, расширение. Время от времени профессор будет ставить музыку, музыкальные композиции, и он показывает музыку, музыкальные композиции. Он просит присутствующих открыться этой музыке, позволит телу на нее отвечать, и тогда постепенно наши возможности будут расширяться, даже как бы незаметно для нас самих. Если вы точно понимаете, что медитация смысл, сознание смысл, сознание смысл, сознание смысл, сознание смысл, жизнь смысл, you surely achieve such a fast growing, increasing your capacities, very short period. Если человек осознает смысл медитации улыбка, значение медитации улыбка души, улыбка сознания тела действительно осознает, то процесс его обновления, расширения возможностей идет очень быстро, за короткий срок происходит все это. И очень важно, чтобы этот процесс обновления был непрерывным и не уменьшал своей скорости. То есть, он вот должен быть запущен этот процесс и продолжаться всю нашу жизнь. Для того, чтобы это произошло, необходимо открыть канал для улыбки души. С того момента, как канал души, связывающий все живое с нулевым миром, открывается, процесс вот этого развития, обновления идет уже беспрерывно, без каких-то остановок. Но, когда мы касаемся фундаментального закона 3000, они скорее всего д Parsif eagle, когда мы cerтируем IKEA-спомни в Минк Rapal. Но когда мы касаемся фундаментального закона треначальной модели, то есть я так понимаю, что сам анализ и размышление на эту тему тоже является определенной гарантией того, что канал души будет открыт. Но только понимание на таком ментальном уровне, что ли, интеллектуальное понимание без канала души не может гарантировать того, что наше развитие в один момент не природится. Поэтому мы также должны знать три оригинала, и мы должны быть способны читать, что создатели хотели сделать в этом мире, особенно для человечества. Поэтому очень важно понимать смысл треначальной теории и читать за этой информацией намерение Творца, то есть его замысел по отношению к человечеству. И для того, чтобы достичь этого, существенную помощь может оказывать Суджок терапия. Профессор уже представлял Суджок терапию. Профессор уже представлял Суджок терапию. Анализируя, насколько кисть, наблюдая, насколько кисть подобна телу человеку, следующее, через это можно прочитать намерение Создателя. Это очень важный момент, что это не случайное подобие, а намеренное. Это не только лечебная система, расположенная на кисти или стопе. Это путь донести до человека информацию. То есть таким образом Творец доносит информацию о том, что он есть до человека. Как можно это доказать, как можно быть уверенным в том, что существует Творец? Как можно убедиться в том, что он любит все сущее? Покажите, как это можно доказать. Просто на словах как-то это доказать, этого недостаточно. Доказательством является следующее, показать кисти. Творец доносит. Творец доносит. Творец доносит. Творец доносит. треначальной модели, и то, как он разместил это свое доказательство, поместив это именно на кисть, является еще одним доказательством. Если вы понимаете, что он делал в руках, вы можете читать его месседжи, и то, что продолжительное угрозирование никогда не прекратится. Если мы действительно осознаем это, то есть буквально профессор сказал, мы прочтем это на своей кисти, то наш процесс развития, обновление или апгрейд, будет идти все время поступательно, не останавливаясь. То есть это вот как бы начало этого процесса. Кисть – это не просто лечебная система. Это место, где записаны все законы Вселенной. Через кисть создатель доносит до нас информацию о том, что он есть и о том, что он нас любит. У Суджок терапии есть вот этот важный духовный аспект, а не просто лечебный потенциал. Профессор надеется на наше полное понимание вот этого вопроса, осознание этого вопроса, дальнейшее глубокое изучение Суджок терапии, с тем, чтобы мы могли читать вот эти сообщения через кисть. Как я представил, существуют фундаментальные силы треначалия, нейто, хетеро, хомо, нейтро. Нейто – это естественная сила, природная, бессознательная, не имеющая намерения, связанная с нулевым миром. Гетеро – это изменяющая сила, которая меняет все без условий, то есть всегда стремится к всему. Гетеро не беспокоится о результате производимых изменений, то есть к добру они или нет, на благо или нет, просто производит их и все. То есть у гетеро силы нет высшей благородной идеи конкретной. Гомо – это сила, которая препятствует изменениям. Если бы была возможность, гомо бы сила все бы оставила в нулевом состоянии, в том, в котором это было еще в нулевом состоянии. В самом деле, хомо делает эту роль, всегда пытается вернуться к земле. Черный хол – это один из примеров. и явление черной дыры – это как раз гомо-явление. явление. То есть в черной дыре все, что до этого существовало, в нее спирально втягивается и исчезает в нулевом мире, как будто бы его и не было никогда. Также профессор останавливался на трех основных инстинктах гомо-силы. Нейтро-сила появилась в результате слияния трех сил, гармоничного слияния трех сил – силы нейта, гетера и гомо. That's why neutro has two kinds of dimensional existence. One is operating neutral – of these three. Breathing, working – in this case. Профессор разбирал примеры дыхания, ходьбы, как нейтро-процессы, как целиком руководимые нейтро. So neutro always keep these three forces under his control and operating them to make harmonious existence. Всегда держит под контролем силы нейта, гетера и гомо, и позволяет им таким образом работать и сотрудничать, чтобы в этом мире была гармония. И в то же время нейтро порождает еще одно нейтро. Профессор назвал это нейтро сыном, как бы вторичным. Это так называемое локальное нейтро. И помещает это нейтро на тот же уровень, на котором находятся остальные силы. То есть на этот же уровень делает их одной из сил. Except hydrogen, all other chemical elements are in this case. Because they have neutron. Так в периодической системе химических элементов все разнообразие химических элементов относится к этой категории нейтро, за исключением водорода. Атом структура is one of typical standard models of sigiogen theory. в структуре атома треначальная модель проявлена очень ясно. То есть такая типичная треначальная модель структуры атома. Электрон — hetero, протон — homo, neutron — neutro, invisible — neutrino, neutro. Электрон — это гетеро, протон — гомо, нейтрон — нейтро, и невидимая частица нейтрина — нейтон. Когда нейтрон исчезает от атома и он начинает декаять и исчезать. Если нейтрон покидает ядро атома, начинается распад атома, и атом как таковой исчезает. И scientists observe, как нейтрон исчезает. Нейтрон, извините, исчезает. И ученые наблюдали в экспериментах этот процесс, как бы процесс исчезновения нейтрона. They observe, suddenly нейтрон disappear, instead three particles appear. One electron, one proton, one proton, one neutrino, one neutrino, anti-neutriino. They just observe. They just observe. in harmonious unification of neutrons, neutrinos, one neutrino, one electron, one proton. This is the critical evidence, that how three origin force, how neutral has been born by unification of neutro-heter-homo. If you are still doubt about this theory origin, force and theory model, you study atom structure. material world is homo world, because homo and material world emerge when each particle is constructed and gathering at the time material world emerge. Потому что материя возникает тогда, когда под действием гомосилы частицы собираются, объединяются, и так возникает вещество, материя. Если субатомные частицы объединяются, появляется атом. Атомы химических элементов объединяются, возникают молекулы. Если молекулы объединяются, это возникают молекулы. А объединение молекул какого-то вещества, собственно, дает это вещество, материя. Так появляется материя или физический мир. То есть мир материи, физический мир появился. В результате сжимающей силы гомо-мир, хомо-мир не имеет изменения инстинкта. Так что хомо-мир сохраняет фундаментальный уровень этого мира. Поскольку материальный мир — это гомо-мир, а гомо-сила любит сохранять в неизменности все как есть, фундаментальные законы в материальном мире, физическом мире как бы законсервированы, сохраняются. Гомо сохраняет законы в их первозданном виде без изменения, поэтому все ученые в различных областях наук сконцентрированы на том, что изучают физический мир. Подробно его изучают. Начинается с атомной структуры в форме сериалной модели, весь материальный мир наполнен треначальными моделями. То есть на всех уровнях это модель. Not only material world, based on this material information, we can extend when applied metaphysical world, full of disorder. Но это правомерно не только для материального мира. То есть не только материальный мир наполнен как бы треначальной моделью. Мы можем экстраполировать этот принцип на метафизический мир, который также представляет собой результат действия треначальной модели. И если эта информация является истиной, то медицину, как науку, нужно базировать именно на этой фундаментальной закономерности. У нас есть вот эта возможность, у нас есть этот инструмент, треначальная модель, для того, чтобы создать новую медицину. И благодаря закономерности треначальной модели, может быть создана эта новая медицина или пересмотрено все, что было сделано ранее. So, regarding the sujok system, during this seminar time, you will have full understanding in the form of Syrian model order. Предыдущие знания, которые были получены по суjok терапии, в течение нашего семинара, можно привести в полное соответствие с законом треначальной моделью. Модели как бы заново осознать это в новом ключе. Модели как бы заново осознать это в новом ключе.